Результат удовлетворительный, понятно, что рассчитывали совсем по-другому, но провал в начале второго тайма дали возможность Жодзина сделать такой задел в инди-кап. Сложно было вскрыть оборону. Жодзина – это команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате. Сложно забить. Играли на контратаках они, играли по счету. Но при всем при этом додолжно нашим ребятам, что не опустили рук, искали моменты возле чужих ворот. Они, в общем-то, и были. Единственное, что логически они не завершились. Взятие на ворот. Тарпида Жодзина и третий гол, конечно же. Такая команда наказывает за ошибки. К сожалению, они у нас случаются. Будем работать, чтобы ошибок было меньше. И все-таки хочется реализовывать те моменты, которые у нас есть в игре. И для того, чтобы результат был противоположным, совсем противоположным нашу пользу. Коллеги, вопросы? Вот этих два быстрых угола, торпеда во втором тайме, они как-то, когда смотрели, вот разбалансированность получилась от команды в углублении. По сравнению с первым тайм, второй тайм не смотрелся за уровень. Я могу сказать о том, что в первом тайме достаточно напряженная игра была, и никто не хотел уступать. И Жодзина приехала за победой. И мы рассчитывали на положительный результат. И когда одна из команд получает такое преимущество, рисунок игры меняется. Вы правильно заметили. К сожалению, мы пропустили, забей. Я думаю, что рисунок бы поменялся на нашу пользу. Еще одна вопрос с мировщиками, что за серьезность. К сожалению, мы вторую игру подряд теряем центрального защитника ввиду травмы. Насколько она серьезная, будем разбираться, смотреть. И доктор, я думаю, что в ближайшее время дополнительные какие-то будут обследования и поставить диагноз. Уже будем от этого отталкиваться и смотреть, как дальше пойдет восстановление. Но сегодня он игру продолжить не смог обвиновать из-за травмы. Узимович, у меня еще пара вопросов о составе. На еще не знаю, что 8 матчей не играл Узимов. Как вы оцените его форму? Ну, он тренируется, он в тонусе. Сказать, что не играет, потому что не готов, я бы так не сказал. То есть на данный конкретный матч выставляются футболисты, которые в течение недельного микроцикла лучше выглядят, лучше готовы, поэтому они играют. Тогда еще пара вопросов. Тот же Айин, да, он с первого года в старте выходил, потом присел, потом периодически выходил на замену. Сейчас опять ближе к старту. Это та же самая ситуация, он просто выглядит по сезону, ну, по сезону, по недельному микроциклу лучше. Или это уже адаптация началась, и вот он все ближе, ближе к старту. Ну, знаете, я бы не стал наших футболистов делить на основных и запасных. Сегодня выбор пал на такой стартовый состав. Какие мысли были довольно креативные ребята. Остались и Козловский, и Ермакович, и Потапенко, которые могли бы по ходу матча выйти и добавить свежести, разнообразие нашим наступательным действиям. Именно такая задумка была, но, к сожалению, начало второго тайма спутало все карты. Тут я еще раз повторю, не стал бы делить на запасных основных. Каждый, на мой взгляд, достоин игрового времени, и каждый хочет играть, как можно больше играть, и приносить пользу клубу, футбольному клубу «Гомель». Как будет дальше, постараемся, чтобы каждый свою глипту внес в общий успех. По этой же причине и Козловский у стартового времени не было. Да, да, да. Денис очень много играл сейчас этот отрезок. Поэтому мне казалось, что по ходу он больше принесет пользы, чем с первых минут. У меня лично последний вопрос. Про Майфраги впервые увидел здесь этот матч с Энергетиком, но он вышел там буквально на минуты 9, и он действительно понравился очень сильно, прямо наделяется. И с таким ростом, с такой скоростью. Не кажется ли вам, что он в последнее время играет постоянно в старте, 90 минут каждый матч, не кажется ли вам, что он как раз-таки полезен на последние минуты с его некоторой неординарностью, что ли? Я скажу, что понятно, в любом случае мы ищем, и мы ищем оптимальные сочетания. Очень хочется, чтобы каждый игрок, будь то на 5 минут, на 45 минут, на 90 плюс добавленное, сколько у него есть времени, чтобы каждый приносил пользу. Поэтому здесь все изменения, они все идут, и они все делаются для общего блага, для общих целей, чтобы все-таки мы все вместе работали на положительные результаты в футбольном футболе. Внутренняя отделка из цифровых защитников имеется у вас, потому что без них, допустим, не как? Есть Стас Жарковский, есть Игорь Кузьминок, есть Егор Трояков на сегодняшний день. Будете искать? Сначала будем обходиться теми футболистами, которые есть в наличии, потому что я, например, лично в каждого верю. И мне понятно, что ошибаются кто-то больше, кто-то меньше, но хочется, чтобы этих ошибок мы избежали, для этого мы и тренируемся.